До объявления частичной мобилизации у Ольги Столетовой был собственный бренд женской одежды. Прогонорировать призыв о помощи она не смогла. Откликнулась и получила заказ на полторы тысячи спальных мешков. Флиз, синтепон, спанбонт и внешний материал. А что такое спанбонт? Спанбонт это не тканый материал, белый. Вот он. Это как бы прослойка между синтепоном. Чтобы не выходил синтепон. Сложнее всего было найти необходимые для пошива материалы. Сразу после объявления частичной мобилизации они оказались в дефиците. До этого не работало. Для меня это было тоже впервые найти поставщиков в кратчайшие сроки, которые буквально за 2-3 дня могли уже прислать тот метраж, который мне нужен был. А говорим мы о 6,5 километрах, которые нужно было найти. Несмотря на временные трудности, заказ удалось выполнить в срок. Пришлось задействовать все мощности. Для увеличения скорости некоторые операции отдали на аутсорс. Мне кажется, я порвала все шаблоны, которые возможны. За 2 недели мы отшили 1500 мешков. При условии, что основной заказ мы сдали в срок. Он был 1350. Еще были как благотворительные фонды, как частные, государственные фонды. Они обращались с количеством по 100, по 200 единиц. То есть мы дополнительно им успели отгрузиться. Теперь производство налажено. Заказы получает не только от правительства области. За пошивом обращаются общественные организации, представители фондов и бизнеса. В эти дни желание помочь одно на всех. Кто сколько может? Тысяча, кто 10, кто 20 тысяч. Ну, не важно. Сумма тоже имеет значение, но не такое. Я считаю, что мы должны, это наша кровная обязанность, помочь нуждающимся либо мобилизованным, либо нуждающимся эвакуированным, либо фронтам. Понимают это и работники. Успех предприятия был бы невозможен без их самоотдачи. Возможно, они там на передовых подмерзают или что-то. То есть все равно нужна какая-то поддержка. Мы приносим огромную пользу. Продолжение следует...